Всем привет, дорогие друзья! С вами Маракаси. Итак, давайте посмотрим бой на Чифтейне. Соответственно, сражение очень хорошее. Танк сам по себе замечательный, способен нагибать и действительно показывает очень хорошую результативность в боях. И, конечно, повезло тем, кто все-таки данный танк заполучил. Итак, новая акция от Лесты на Ру-сервере. Естественно, только активировать ее нужно обязательно на сайте специальной новости. Для этого нужно зайти в свой аккаунт и нажать кнопку «Активировать задачи», иначе задачи эти не появятся. Что это вообще такое за задачи? Соответственно, продолжается интервью с разнообразными спортсменами. Лест очень часто в последнее время с ними сотрудничает, интервью берет и под это дело делает акции. И, соответственно, простые боевые задачи, с помощью которых вы можете получить 2D-стиль, три больших огнетушителя, также уникальные декали. Первый из них это хоккеист, наверное, понравится тем, кому нравится хоккей. Таких людей, в принципе, наверное, тоже много, я думаю, хотя футбол, ну, возможно, у нас даже чуть популярнее. Соответственно, также волк еще декальт, так что если вам все это дело нужно, активируйте и получайте в боях. То есть нужно, естественно, выполнить задачи в боях. Просто так это все не зачисляется после активации, нужно выполнить, ну, такие несложные боевые задачи. Далее, что стоит отметить, друзья, это то, что разработчики планируют 4-ю отличительную отметку на стволе. Возможно, будет 4-й и 5-й грейд на стволе. Но будет это, скорее всего, в 24-м году. Вообще, планировалось в 23-м году, может быть, и успеет, я не знаю, но вряд ли. Скорее всего, перенесут опять на следующий год. Также планируется реферальная программа 3.0. Ну, как планируется, на самом деле, она уже практически готова. Вот только вопрос, когда она выйдет, скорее всего, в следующем патче. Также, друзья, для вас бесплатно приз голдовый, вы можете легко его забрать. Для этого просто напишите комментарий и укажите свой игровой ник в комментарии. Естественно, действительно, неплохие призы можно получить, просто комментируя и просматривая видео. Всем удачи и хорошего вам просмотра. Всем привет, дорогие друзья, с вами Маракаси. Итак, давайте поиграем на сайте Vodhub. Ну, для начала хотел бы показать вам промокод. Вот прям вам нужно его скопировать отсюда. То есть, MKS9T. Вводите это на сайте и получаете бесплатно золото. 50 золота всего. Ну, в принципе, попробовать, например, поиграть в Crash вполне можно. Ну, и даже награду, естественно, можно забрать. Итак, давайте попробуем получить премтанк какой-нибудь. Ну, вот, Йох, например. 2000 золота падает день према. 14 дней према, кстати, отлично, отлично. Мне это нравится. Так, немного золота. Еще немного золота. Три дня према. Ну, шесть дней према. Ничего-то вот не то. Так, према прям сыпется. Смотрите, как хорошо. 5000 золота. Ну, отлично, заберу. День према. Так, тысяча золота. Так, ну, что-то так. 2500 голды. Ну, я думаю, хватит на сегодня. В принципе, там по прему много выпало, много голды. Да, премтанк не выпал, но в целом нормально. Так что, друзья, если интересен сайт, заходите. Кстати, цены снижены на сайте. Сейчас я вот смотрю. Да, действительно, цены стали ниже. Это хорошо. Также сайт снова обзавелся крашем. Его на некоторое время убирали, чтобы модернизировать. Наверное, я не знаю, почему его убирали, причинно. Ну, может быть, что-то там допиливали. По дизайну, еще что-то. Ссылка на сайт в описании. Итак, друзья, соответственно, новый танчик тут у нас вышел. Как бы новый, на самом деле, как бы иконки данного танка появились еще давным-давно. Еще 10 лет назад. Называется он АМХ-13ФЛ-11. Вот это раскопали разработчики настоящую реликвию. 110 урона среднего у данного танка. Среднее бронепробитие 108. 148 на голде. Скорость подойдет снаряд 790. Ну и тому подобное. То есть, в целом, вот я посмотрел по характеристикам. Танк не такой уж и плохой. То есть, он скоростной. У него 65 максималка. 22 лошадиных силы на тонну. Удельная мощность двигателя. Брони, естественно, нет. Он такой вот среднячок. Вот вопрос, для чего ЛТ-ЛТшечка готовится. Может быть, как подарок за какое-либо событие. Потому что продавать, не знаю зачем. В принципе, никому не нужны сейчас танки 5 уровня, объективно. Итак, следующий танк у нас это ХЦМ-66Ф. Это у нас американская ПТ-САУ с башней. Я, в принципе, в прошлом видео о ней говорил, если вдруг смотрели. Соответственно, больше всего этот танк, наверное, напоминает, ну, может быть, ТС-5. Только с башней. Как бы, хоть и башня тут частично вращается. Но все равно, похоже тем, что броня очень крутая в башне. 230 мм под хорошими наклонами. Машина медленная, 35 км всего. Максималка, при этом, удельная мощность двигателя 13,6. Скорость поворота ходовой тоже медленная, 26 градусов. Но, в целом, хорошее орудие. 400 урона. Это восьмой уровень ПТ-САУ. 232 пробития. 276 на голде. В общем, машина любопытная. Может быть, она готовится за марафон, но это не точно. Также, друзья, сейчас вот такие вот вещи вытворяют игроки. Веселые. Это из-за того, что ввели аркаду, как бы. Ну, то есть, специальный режим, где изменены характеристики танков. В итоге игроки заскакивают на крыше зданий и там катаются. Сделать это несложно в целом. Ну, и это довольно-таки прикольно. Ну, возможно, скоро какое-то видео про это сделаю, когда наберу материал. В принципе, забавно. То есть, это действительно прикольно. И как-то, ну, не ломает ни баланс, потому что это отдельный, как бы, режим. То есть, не думайте, что это в обычном бою. И вот, соответственно, разработчики какую-то дичь творят. То есть, это чисто для прикола. Расслабиться самое то. Также, друзья, в два раза больше опыта на элитной технике. Соответственно, теперь опыт не нужно распределять либо в экипаж, либо в опыт, ну, чтобы его потом перевести в свободный. Теперь сразу, ну, как бы, и в экипаж опыт, ну, двоится. То есть, как бы, он, ну, копируется, по сути, в экипаж. И столько же опыта капает на счет для того, чтобы перевести потом в свободный. Такие вот дела, друзья. Так что, в принципе, ну, идея хорошая, на мой взгляд, хотя не все меня поддержали. То есть, кто-то видит в этом попытку доната, заставить игроков донатить, чтобы они вот шли и покупали срочно этот опыт, тратили, чтобы он их соблазнял, видимо. Ну, не знаю. Мне кажется, что если ты не хочешь донатить, ты просто не донатишь, и все, как бы, и точка. Далее, тут у нас ночные карты, ну, как бы, готовятся. Ласвель, летняя карта, песчаная река пустынная, и Штиль, зимняя карта. Также в ящике имеется Прохоровка пустынная. Соответственно, это летом будет тестироваться, и только на европейском сервере. Появится ли это на ру-сервере, я не знаю. Возможно. Вообще, фишка прикольная. Добавили всякие звуки там, сверчков. И насчет изменения каких-либо характеристик ночью, пока об этом ничего не известно. Но вообще, по логике вещей, ночью, как бы, должен обзор снижаться, так как видимости хуже. Но будут ли это разработчики делать, я не знаю. Может быть, там будут тестировать и так, и с изменением, в общем-то, характеристик обзора или без этого. Но в любом случае, фишка прикольная. Естественно, ночью, может быть, даже и будет это требовательнее к железу. То есть, может быть, потребуется чуть получше производительность компьютера. Но это не точно. В любом случае, я бы хотел бы данную фишку на ру-сервер. Надеюсь, все-таки она доберется. Потому что непонятно, там до сих пор на 100% будут ли у нас динамические объекты на картах. Динамические какие-то ситуации происходить. То есть, там взрывы, бомбардировки самолетов и тому подобное. То есть, это только на ру... Вернее, на европейском сервере. Но, вроде как, есть даже информация о том, что, может, у нас и не выйдет совершенно данная фича. Но если еще и не выйдут ночные карты, ну, на самом деле, меня это лично, ну, разозли. Потому что те фишки, которые я ждал, которые мне, в принципе, нравятся. Я люблю там такое все графонистое, интересное. Их, соответственно, что-то разработчики вот не хотят на ру-сервере. Может, просто ждут, ну, чтобы посмотреть, как это на производительность скажется. И потом уже к нам это завезут. То есть, посмотрим, если все нормально работает, как бы утащат на ру-сервер, если это вообще возможно. На этом все, друзья. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Желаю вам удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok